МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Катерина Алексеевна Фурцева. Вот ее жизнь по-настоящему достойна очень хорошего женского романа. Она всю жизнь мечтала о любви, но так не сумела почти встретиться с нею. В своем королевстве она была полновластной хозяйкой. В ее свиту считали удачей и честью попасть лучшие актеры, писатели, поэты и художники государства. Ее называли Екатериной Третьей. Она была царственно проста и просто царственно. Предводительница театров и музеев, командир картинных галерей и архитектурных бюро, начальник изящных искусств, министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Вышневолодская ткачиха Матрена Николаевна Фурцева была женщина энергичная, властная и волевая. Муж ее, Алексей, погиб на войне в 1914 году. Осталась у нее только дочка Екатерина. Другие работницы, придя с фабрики, принимались тряпать, стирать, убирать. Мало ли хлопоту хозяйки с мужем и оравой детей. А у Матрены Ивановны, женщины-вдовы с одним ребенком, свободного времени было побольше. А раз так, не грех и поработать на пользу общества. Все уважали Матрену Ивановну за ее строгость и рассудительность. И после революции она пошла депутатом в городской совет. Ее дочка полюбила бывать на митингах и очень своей мамой гордилась. Девушка видела, как мать выступает, как она общается с людьми. И это очень нравилось. Поэтому скоро она стала одной из комсомольских активисток. Комсомольская организация дала ей очень такую большую путевку в жизнь. Фурцева Екатерина Алексеевна. Советский государственный и партийный деятель. Родилась 7 декабря 1910 года в городе Вышневолочок в семье рабочего. Большая советская энциклопедия. В 15 лет Екатерина Фурцева уже была совсем как мама. Днем работала на фабрике ткачихой, а ближе к вечеру шла на политические собрания. В их городе было еще много отсталого элемента, ничего не смыслившего в целях и задачах пролетарской революции. Как же было не ударить агитационным мероприятием по политическому бескультуре? Вскоре активную комсомолку заметили старшие товарищи. Это было время бурных социальных битв, крайне политизированная эпоха. Екатерина Фурцева не могла остаться в стороне от политических событий. В 30-м году она направляется в Курскую область, поднимать сельское хозяйство, как тогда было указано в направлении. Там проявился ее организовский талант, умение быстро по деловому решать проблемы, опять-таки навыки общения с людьми разного социального уровня. В 20 лет Екатерина Алексеевна вступила в партию, ушла с фабрики и стала профессиональным организатором. Она умела искренне и горячо доносить на собраниях линию партии, распределять поручения между коллегами и следить за тем, чтобы задания были выполнены. Большего и не требовалось. Товарищ Фурцева всегда была в гуще событий, много общалась, энергично бралась за любое дело и неукоснительно доводила его до конца. Сгоряча она даже вышла замуж. То есть по революционному правилу просто стала жить вместе с мужчиной. Впрочем, очень быстро строить семью передумала. Строительство коммунизма было не в пример увлекательней. Брак продолжается недолго, всего три месяца. Подлинная любовь придет к Екатерине Фурцевой позднее. За успехи в пропагандистской работе и для дальнейшего партийного роста Екатерину Фурцеву направляют в Феодосию. И кажется, ну куда уж. Крым далековато от Москвы, от всех высот, от всех карьерных устремлений. Но именно в Крыму она делает очень неплохую карьеру. Она становится сначала секретарем Феодосийского горкома, а потом и членом обкома Крымского. В Крыму, в живописном поселке Коктебель, жил выдающийся поэт, художник и критик Максимилиан Александрович Волошин. Его знаменитая дача еще с дореволюционных времен стала местом паломничества богемы. А в 20-х годах Максимилиан Александрович официально зарегистрировал дачу как бесплатный дом творчества. Коктебель находился в 20 километрах от Феодосии. Таким образом, он относился к территориям, которые идеологически окормляла Екатерина Фурцева. Коктебель был тогда, знаете, советской ницей, где собирались представители бомонды, элиты, культурные, научные и так далее. И Фурцева, как комсомольский работник, как секретарь Феодосийского горкома, очень часто там бывала, заводила знакомства. Там она, например, познакомилась с Сергеем Королевым, будущим создателем ракетной техники. Там она познакомилась со многими писателями, актерами и так далее, и так далее. Вот тогда уже в ней наметилось это вот стремление, любовь к культурной жизни, попытка ее постичь. На северо-востоке от Коктебеля высится гора Клементьева. Коктебель советского планеризма. На нее постоянно дует ветер с моря, и это очень удобно для полетов. В 44-м году Коктебель даже переименовали в Планерская. Настолько активны там были когда-то энтузиасты-авиаторы. В 30-х в СССР был популярен лозунг «Комсомол на самолет». Все это привело к закономерному итогу. Екатерина Фурцева, девушка спортивная, увлеклась авиацией. Летчики считались чуть ли не небожителями. Развивалась планерная искусство и прочее. Вот Екатерина Алексеевна добивается. Смотрите, с каким гигантским понижением. Она, член обкома, просто добивается, чтобы ее отправили на высшие курсы аэрофлота. На курсах в Ленинграде Екатерина встретила красавца-летчика Петра Биткова. Они стали жить вместе, не обращая ровным счетом никакого внимания на то, что им казалось предрассудками. Их не беспокоили ни вопрос регистрации брака, ни то, что у Биткова к этому времени уже были жена и ребенок. Однако старшие товарищи по партии посмотрели на это дело иначе. И выслали счастливую пару с глаз долой в Саратов организовывать аэроклуб. Уже через год клуб стал лучшим в Поволжье. Успехи супругов полностью их реабилитировали. Петра Биткова перевели в Москву. Вместе с ним Фурцию перебирается и в Москву. Ей подыскивается место в инструкторах ЦК в ЛКСМ. Здесь ее замечает один, скажем так, из первых мужчин, которые можно назвать ступенями ее карьеры. Вообще, если отдаться на откуп злым сплетням, то можно сказать, что Фурцева двигалась в своей партийной карьере от одного мужчины к другому. Первым покровителем Фурцевой стал генеральный секретарь ЦК Комсомола, член оргбюро ЦК партии, любимчик Сталина, Александр Васильевич Косарев. То, что между ними не было никаких близких отношений, ясно из дальнейшего развития событий. Косарев был арестован, осужден и расстрелян. По официальной формулировке, за покровительством морально разложившимся чуждым партией Комсомолу элементом. Среди тех, кто пошел под суд по делу Косарева, Екатерины Алексеевны не было. Однако, выкутаться из опасной ситуации ей было непросто. Потребовалось обличать бывшего начальника, называть его гадиной, требовать расстрела. Так Фурцева начала осваивать сталинскую школу партийного функционера. Классический пример жизни 20-30-х годов. Все идет, как и положено у всех. Таких было тогда много. Выбор у нее был прост. Или выступать против Косарева, или быть, как тогда говорили, стертой в лагерную пыль. Это выражение с тех пор прочно вошло в лексикон Екатерины Алексеевны. Должно быть, оно означало длинные, серые, безликие вереницы рабов ГУЛАГа. Перспектива была слишком реальна, и ужас тех дней навсегда въелся в ее сознание. Впоследствии чужих, мало знакомых людей, которым она была ничем не обязана, Фурцева пускала под пресс легко. Рубиком был пройден в 1939 году, во время процесса над человеком, который заботливо поддерживал ее карьеру и даже хлопотал об устройстве в институт, чтобы отсутствие образования не помешало ее партийному росту. Сначала она заканчивает ФЗУ, фабрично-заводское училище, потом заканчивает Московский институт нефтехимии. То есть все эти специальности, ну, мягко говоря, очень далеки от гуманитарного профиля, по которому она станет в дальнейшем знаменитой. Но, впрочем, это ее нисколько не волновало. Учеба была лишь чем-то сопутствующим. Она начала двигаться по партийной линии. С 1942 года Фурцева секретарь, а затем первый секретарь Фрунзенского районного комитета партии Москвы. Большая советская энциклопедия. Будучи студенткой, Екатерина Алексеевна не оставляла привычного ей дела. Она стала парторгом родного вуза. Вряд ли преподаватели настаивали, чтобы она много времени уделяла учебе. После окончания института Фурцева продолжила свою партийную карьеру. Как, определивши ее будущую жизнь, она сделала с началом войны, когда согласилась перейти на партийную работу. Главное – проводить партийные собрания, следить за работой райкома комсомола, чтобы были собраны вовремя партийные взносы, что требуется вдруг свыше от нее, какие-то разовые дела. В партийных делах у Фурцевы все шло без сучка и задоринки, но ее личная жизнь дала трещину. Екатерина Фурцева и Петр Битков прожили 9 лет, и за это время у них так и не появились дети. Супруги все более отдалялись друг от друга. Петр иногда говорил, что устал быть женатым на партийной работе Екатерины. В 41-м его, как кадрового офицера-летчика, призвали на фронт. Екатерина Алексеевна отправилась в эвакуацию в Куйбышев. Там она и узнала о том, что беременна. Но эта величайшая радость в ее жизни слилась с большим горем. В 42-м году у Фурцевой родилась дочь Светланы от брака с Петковым. Сам же Петков при очередном визите к Екатерине, когда он прибыл на побывку, приехал с фронта, подстал ее фактом, что он влюбился в другую женщину, и у них уже не может быть нормальной семейной жизни. Это было одним из страшных ударов. Может быть, Екатерина Алексеевна решилась бы на непоправимый шаг и прервала свою беременность. Она была в панике. Муж ушел к другой. Она жила в эвакуации. Шла жесточайшая война, исход которой трудно было предсказать. Но ее мама, Матрена Ивановна, приехала к ней и взяла ситуацию в свои железные руки. Можно сказать, что своим рождением Светлана Петровна Фурцева была обязана бабушке не в меньшей степени, чем матери. Бабушка была такая деревенская женщина, властная, очень умная, очень проницательная, очень прямолинейная. Жизнь Екатерины Алексеевны сложилась печально. Счастливых периодов в ней было немного. И вся нелепость этой трагической судьбы только усугубляется тем фактом, что и Петр Битков всю жизнь продолжал любить Екатерину Фурцеву. И она тоже, как минимум, относилась к нему с симпатией. И оба они понимали, что их расставание было непоправимой ошибкой. Он очень жалел о том, что произошло. Он умер чуть ли не в один день с Екатериной Алексеевной, или чуть ли не на следующий день. На похоронах Фурцевой Битков подошел к дочери и сказал ей, что для него никогда не существовало никого, кроме ее мамы. И действительно, угас он за считанные дни. На следующий день после похорон он слег и умер через неделю. А тогда, во время войны и в первые послевоенные годы, Екатерине Алексеевне ничего не оставалось, кроме как попытаться отвлечься, с головой окунувшись в работу. И вскоре она опять смогла опереться на крепкое мужское плечо. У нее снова появился влиятельный покровитель. Это Богословский, секретарь Фунзенского района города Москвы. Это один из престижнейших районов города Москвы, который берет ее под свое крыло. Сначала к себе, секретарем по кадрам, потом вторым секретарем. После войны, когда Богословский уже понимает, что его карьера находится на излете, что шансов у него двигаться дальше немного, он начинает двигать Екатерину Алексеевну. Петр Ильич Богословский оказал на Фурцеву большое влияние. Он был не только секретарь райкома, но и опытный педагог, профессор истории МГУ. И он взялся заполнить образовательные провелы Екатерины Алексеевны. Занимался с ней риторикой, научил готовиться к публичным выступлениям и говорить без бумажки. Эта способность говорить так, как будто речь представляет собой импровизацию, очень пригодилась Фурцевой. В то время ничего подобного в партийной среде уже давно не видели. И по возрасту, и по своему отношению он относился к Фурцевой скорее как к дочери, который хотел дать все, чем владел сам. Опыт, знания, ну и в какой-то степени помочь ей с карьерой. Богословский долго готовил преемницу на пост секретаря Фрунзенского райкома Москвы. И в декабре 47-го года все произошло в точности так, как он рассчитывал. Петра Ильича с почетом проводили на пенсию. Он получил возможность безмятежно жить, не опасаясь внезапного ареста и занимаясь подготовкой студентов. А на его место назначили Екатерину Алексеевну Фурцеву. Она стала видной дамой, в кругах советской политической элиты. Здесь происходит, знаете, как в песне. Но было много там мужчин, но среди мужчин я помню женщины лицо одной. Встретилась ей гражданская жена Горького. Она питалась в местном доме литераторов, где познакомилась актриса МХАТ, которая и дала ей первые уроки элегантности. Вот тогда и произошло это превращение гадкого утенка в первую леди советской культуры. Однако до ее назначения на пост министра культуры, ставшей крахом всех ее надежд и одновременно ее величайшим триумфом, было еще далеко. В конце 40-х годов Фурцева занималась другими проблемами, в частности, как ни странно прозвучит, наукой. Во Фрунзенском районе Москвы было расположено множество медицинских институтов. И во время битвы народного академика Трофима Денисовича Лысенко с генетиками Екатерина Алексеевна опустошала ряды вражеских медиков, как смертоносная фурия. То есть, в сущности, просто добросовестно выполняла свои служебные обязанности. Иногда Екатерина Алексеевна заносила до таких степеней, в частности, когда разворачивалась дело врачей, собрав различных представителей институтов, она начала ставить перед ними задачи. Медицинская общественность была, мягко говоря, в шоке. Среди прочих задач, например, Екатерина Алексеевна сказала, что нужно поставить вопрос борьбы с корью и полностью излечить эту болезнь к 1 мая. А к 7 ноября положите мне на стол варианты вакцин по борьбе с раком. Получила очень большой нагоняй. Те сферы, в которых она не знала, больше не вмешивалась. Впрочем, решительность и готовность к некоторым перегибам никогда не считались самыми большими недостатками коммуниста. Главное, что Екатерина Алексеевна была вполне на своем месте, когда надо было громить врагов и расправляться с оппозицией. Ярким примером ее стиля руководства была зачистка родственников и знакомых тех людей, которые стали фигурантами ленинградского дела. Тогда Фурцева проявила себя очень жестко. Такие кадры партии были нужны. На нее обращают внимание и высшее партийное московское руководство. Так, в 1949 году председатель президиума Верховного Совета СССР Шверник на одном из концертов в Большом театре уводит Екатерину Алексеевну за кулисы и знакомит с самим товарищем Сталином. Сталину Фурцева явно приглянулась. Молодая, умная, активная. Начинается стремительный карьерный рост Ексении Алексеевны. В 1950 году она становится одним из секретарей Московской партийной организации. С 1950 года Фурцева второй секретарь. С 1954 до 1957 первый секретарь МГК КПСС. С 1956 секретарь ЦК КПСС. Большая советская энциклопедия. В 1949 году первым секретарем Московского областного комитета партии стал Никита Сергеевич Хрущев. По долгу службы Екатерине Алексеевне приходилось с ним плотно общаться. Никита Сергеевич оценил ее организаторские способности и вскоре Фурцева оказалась одним из надежнейших людей хрущевской команды. У Никиты Сергеевича была одна очень большая проблема в своей жизни. Он был довольно плохим организатором. Особенно чем выше поднимался, тем меньше он уделял внимание вот этим вот вопросам. Все больше скидывал их на других. И Фурцева в данном случае оказалась просто находкой. Много то, что красивая женщина, так еще и готова взвалить на себя весь груз ответственности по московскому горкому. Но Фурцеву и Хрущева связывали не только служебные отношения. Екатерина Алексеевна была дамой привлекательной, а Никита Сергеевич – мужчиной темпераментным. И парадокс. Их роман отчасти возник как следствие суровой партийной морали. Аморалка была тяжелым проступком. За нее чиновник запросто мог слететь с должности. Встречаться с посторонними женщинами было для Хрущева проблематично. А Фурцева приходила к нему в кабинет вполне легитимно. И роман развивался, в общем-то, именно там, на Старой площади. Потому что у Хрущева был традиционный тех лет кабинет, состоящий из двух частей. Приемная, где стол, кресло, портреты, собрание сочинений Маркса и Энгельса Ленина, который он никогда не раскрывал, и комната для отдыха. Где он обедал, где был диван, на котором он мог поспать, где была ванная. То есть, по сути дела, еще однокомнатная квартира. Трудно сказать, любила ли Екатерина Алексеевна Никиту Сергеевича. Но то, что он ее ревновал, это было известно многим. Безусловно, повод для ревности у Никиты Сергеевича был. Когда Екатерина Алексеевна познакомилась с дипломатом Николаем Павловичем Фирюбиным, между ними вспыхнул бурный роман, о котором знали все без исключения сотрудники московского обкома. Они пытаются вместе проводить отпуск, они ездят друг к другу, но Фирюбин женат, у него двое детей. Какие-то разводы, какие-то измены и так далее пресекались на корню, и это могло стоить карьеры. И только когда Фирюбин уходит с партийной работы, а переходит на работу в Моссовет, он позволяет себе в 51-м году развестись. Любовный треугольник, от которого мучился ревностью Хрущев, просуществовал несколько лет. А затем Никита Сергеевич осуществил ловкую комбинацию. Фурцеву он назначил первым секретарем московского горкома. Анкетные данные для этой должности должны были быть в полном порядке. В частности, семейное положение разведена не годилось. Хрущев лично одобрил брак Екатерины Алексеевны и Николая Павловича. Очень веселился на их свадьбе в качестве почетного гостя. А сразу после этого отправил Фирюбина послом в Чехословакию. Никита Сергеевич был прирожденный политик. Женился на Фурцевой Фирюбин, а медовый месяц был у Хрущева. В 54-м году наша партийно-правительственная делегация полетела в Пекин на торжества по поводу пятилетия Китайской Народной Республики. Делегацию возглавлял Хрущев, вез роскошные подарки китайцам, дарил им порт Артуры Даний, КВЖД, Китайскую Восточную Железную Дорогу, которая проходила от Владивостока, вернее, проходит сейчас до почти Байкала, сокращая чуть ли не втрое путь из Владивостока на Запад. И привез он с собой Екатерину Алексеевну, как свою пассию. Во время одной из торжественных встреч произошел досадный инцидент. На сцене в Президиуме сидели Хрущев, Мао Цзэдун и Микоян. А в тесный зал набилось множество сопровождающих лиц. И рядом с Фурцевой оказался Георгий Федорович Александров, министр культуры СССР. Он имел славу любителя балета и большого лавиласа. Поэтому Мик, когда толпа на глазах Хрущева прижала Александрова к Фурцевой, стал финалом его многолетней аппаратной карьеры. Александров стоит вплотную к Фурцевой. Не просто стоит вплотную. Издали со сцены кажется, что они прижались друг к другу. А может быть и обнимаются. Хрущев озверел. И по возвращению из Москвы Александров полетел со всех должностей. Находили объяснения, находили якобы причины, якобы поводы. И главная была безумная ревность Хрущева. Мужчины 50 лет. И все же преданности Екатерины Алексеевны Хрущеву, пусть не как возлюбленному, а как политическому лидеру, была несомненной. Впрочем, у нее и не было особого выбора. Будучи членом команды Хрущева, она автоматически становилась чужой для остальных партийных группировок. Она ввела в практику такие шумные сборища на стадионах, когда по случаю возвращения дорогого Никиты Сергеевича из какой-нибудь заграничной командировки все жители Москвы торжественно его приветствовали, клялись ему в вечной любви и преданности, и в чем только не клялись. Никита Сергеевич был человеком своеобразным, решительным, независимым и импульсивным. Впоследствии эти его качества были осуждены как волюнтаризм. Например, однажды в беседе с американскими дипломатами он, имея в виду фразу Маркса о социализме как могильщике капитализма, не стал напрягаться со сложными словосочетаниями и сказал проще «Мы вас закопаем». А во время посещения Америки он отгонял от себя журналистов, прицельно метая в них початки кукурузы. Подобным же образом он мог принимать и политические решения. Все это, не говоря уже о разоблачении культа личности Сталина, создало ему множество недоброжелателей в ЦК КПСС. В июне 1957 года, спустя полтора года после знаменитого 20-го съезда и речи Хрущева, разоблачающего преступления Сталина, собрался очиновый президиум ЦК, на котором Никита Сергеевич собирается дать последний решительный бой последующей отставкой. Его споста первого секретаря ЦК партии. Хрущев большинством голосов был отправлен в отставку, назначен министром сельского хозяйства. Фактически он был смещен со всех постов. В дальнейшем это было выдано как заговор. На самом деле, заговорщиками скорее были сторонники Никиты Сергеевича, из которых первой была Фурцева. Именно благодаря ее энергии произошло невозможное. И в отставку был отправлен не Хрущев, а целая группа первых в руководстве СССР лиц, китов политической борьбы, людей, положение которых казалось незыблемым. Официальное правительство страны. Чтобы понять, чей истинный был заговор, давайте посмотрим, какую должность в государстве занимал Никита Сергеевич Хрущев. Никакой. Кто же выступил в так называемых заговорщики? Председатель Совета Министров СССР Булганин, председатель Президиума Верховного Совета Ворошилов, первый заместитель председателя Совета Молотов, Маленков, Каганович, Первухин, Нособуров и так далее. То есть, фактически, полное руководство государства. Фурцева присутствовала на заседании, на котором решалась судьба Хрущева. Собрание было напряженным, но никаких неожиданностей никто не ждал. Дело было решено и обговорено. Оставалось только закрепить его исход формально. Такого рода снятия чиновников проходили на памяти участников пленума десятки раз. Даже Хрущев, хоть и пытался защищаться, никаких иллюзий по поводу своих шансов на успех не питал. И вот здесь вот фурцева, как в дальнейшем вспоминал Каганович, словно разъяренная кошка, как в фуре, кинулась защищать Никиту Сергеевича. Вместе с Жуковым и Серовым она организует доставку лояльных членов Центрального комитета в Москву. Заседание, ввиду его особой важности, было закрытым. Отлучаться никто не имел права. Екатерина Алексеевна встала и заявила, что ей нужно в туалет. Удерживать ее, разумеется, не стали. Она вышла, рванулась в ближайший кабинет, где была правительственная вертушка, и потребовала соединить ее с Жуковым и Серовым, ставленниками Хрущева и преданными ему людьми. Министр обороны и председатель КГБ, которые были в тот момент не в Москве, немедленно сели на военные самолеты и в считанные часы, пока еще шло обсуждение на Старой площади, прибыли в Москву. А представьте себе, вот член ЦК живет и работает где-нибудь, предположим, в городе Томске или в Екатеринбурге. Его ночью будет, подъезжает КГБшный воронок, доставляет его на военный аэродром, еще доставляет в Москву, заводит в маленький кабинет, где стоит Екатерина Алексеевна, объясняет, так сказать, ситуацию и добавляет, а если проголосуете не так, как надо, мы вас в лагерную пыль сотрем. Это и называлось умением работать. В считанные часы Фурцева организовала доставку и голосование людей, и ситуация в политбюро радикально переменилась. Трудно предполагать, как сложилась бы история Советского Союза, если бы Екатерина Алексеевна не вмешалась в ход событий летом 57-го года. Но то, что хрущевского периода в СССР не было бы, совершенно точно. Фактически, она и спасла и репутацию, и пост Хрущеву еще семь лет до нового заговора. Довелось раскоставаться в прежнем качестве главного лица в партии. Никите Хрущеву нельзя отказать в благородных чувствах, чувствах благодарности. Он не забыл этот поступок Фурцевой. С 1957 года Фурцева член Президиума ЦК КПСС. Большая советская энциклопедия. Екатерина Алексеевна Фурцева стала членом политбюро. Вошла в высшепартийный ореопак. Ее карьера триумфально завершилась. Подняться выше было уже невозможно. Советская власть была крепка. Авторитет генсека не зыблем. Влиятельные враги повержены. Казалось, что Фурцева пожизненно закрепилась на вершине могущества. Так же, как и большинство других членов политбюро. И вроде бы все. Екатерина Алексеевна первая женщина на мавзолее. Кандидат члена Президиума. Член Президиума. Перед ней открыты все дороги. Пафос, то, как она начинает общаться и так далее. Как вспоминали-то даже люди, которые ее знали, такое ощущение, что она ухватила бы Бога за бороду. Ради объективности нельзя не заметить, что Фурцевой было от чего испытать головокружение. За 32 года своей трудовой деятельности к 47 годам она проделала карьерный путь от простой ткачихи из Вышнего Волочка до одного из высших руководителей шестой части суши планеты Земля. Она высказывалась обо всем, не думая о последствиях. То есть, вошла в раж. Настолько уверовала в свое предназначение, что даже не трудилась скрывать своих разговоров. Своего мужа, Николая Павловича Фирюбина, Екатерина Алексеевна выписала из его почетной заграничной ссылки обратно в Москву. Дочку женила на сыне Фрола Козлова, своего коллеги по Политбюро. Завоевывать ей было уже нечего. Однако она все же нашла способ дальнейшего повышения статуса. Теперь она решила защитить диссертацию. Темой была роль партии в руководстве министерствами. Незадолго до того, как Фурцева должна была эту работу защищать перед ученой комиссией, Хрущев министерство упразднил. Диссертация оказалась неактуальной. И это вызвало неудовольствие Екатерины Алексеевны. Свою досаду на поганца Никиту она излила в телефонном разговоре со своим коллегой Арестовым. Оказалось, что разговор этот был записан. В Политбюро тогда происходят очень непростые вопросы. За лидерство борются две группировки. Одна во главе с Фролом Козловым, вторая во главе с Игнатовым. Несмотря на то, что дочь свою она выдала за Олега, сына Козлова, все-таки Екатерина Алексеевна склоняется к группе Игнатовым. И вот когда Микоян с Козловым начинают выкручивать гайки и отправлять всю команду Игнатова, тут же компроматик ложится на стол Никита Сергеевича. На очередном съезде коммунистической партии, 22-м съезде, который проходил в октябре 61-го года, Екатерину Фурцеву, еще одного члена президиума, Мухединова, не избрали в состав президиума. Совершенно неожиданно для них. Мухединова не избрали тоже за некоторую строптивость. Екатерина Алексеевна с ужасом поняла, что превращается в простого человека, чуть ли не в частное лицо, чиновницу средней руки. Для нее это означало, что стальные колеса стирают ее в лагерную пыль. Превращают в одного из тех людей, которые составляли длинные, серые, невыразительные очереди в продуктовые магазины. Этого Екатерина Алексеевна решила не допустить любой ценой. Екатерина Фурцева впала в тяжелую депрессию и была даже попыткой самоубийства. Она вскрыла себе вены. Принято воспринимать это как трагедию женщины, преданную ее любимым. Думаю, что дело было не так. Когда хотят кончать жизнь самоубийством, кончают. В данном случае Екатерина Алексеевна пыталась использовать последний свой женский аргумент. Она попыталась показать, что вот, если что, с ней это может случиться. Добилась ли она своего? Пожалуй, того, чего она хотела, но не добилась. Никита Сергеевич на долгие годы оставил ее в покое. Министерство культуры, ставшее для нее почетной ссылкой, стало на самом деле для нее и самой большой ее славой. Жить рядовой гражданкой страны Советов Екатерина Алексеевна не умела и считала, что учиться этому ей уже поздно. Министерство культуры было отступными, которые ей дал Хрущев за ее прошлые заслуги, чтобы не омрачать свою совесть и без того обремененную многими смертями во время сталинских репрессий еще одним неприглядным событием. Что такое Министерство культуры? Ну, театры, ну, выставки и не больше. А вот тут-то Екатерина Алексеевна неожиданно и не расцвела, потому что обрела то, чего ей не хватало всю жизнь. Мужское внимание. Да, к ней приходили режиссеры, актеры и профессионально говорили ей комплименты, профессионально изображали приятность. Но женщине ведь этого так всегда не хватает, особенно той, которая с молодости на партийной работе. Делом Екатерины Алексеевны было контролировать, чтобы во вверенном ей ведомстве не нарушалась партийная идеология. Следовало отследить и запретить все, что противоречило официальным установкам. В остальном министерство было местом спокойным. Рекордных урожаев и выработки сверхплановой продукции никто от Фурцевой не требовал. Что-то запрещало, что-то не разрешало, но ведь это не она запрещала, это запрещала функция. Если она вечером разрешит то, что надо запретить, то утром она придет на работу, а там будет другая табличка. А в правде будет другой портрет, что у нас другой уже министр культуры. Там, где явной крамолы не было, Фурцева могла принимать решение на свое усмотрение. Ничто не мешало ей заводить фаворитов, устраивать своим подданным маленькие показательные порки или повинуясь собственному капризу, осчастливить человека, который этого вовсе от нее не ждал. Словом, Екатерина Алексеевна царствовала. Я у Начарского не застал, он умер чуть раньше, чем я родился, но остальных министров культуры я знал всех. И думаю, что такого у нас на самом деле, как она, человека талантливого и достаточно самостоятельного, способного сказать да и нет, поддержать, осудить, справедливо и несправедливо, это другой вопрос. Но она была женщина, умевшая принимать решения. Не зря Плят и Морецкая в шутку называли ее Екатериной Великой. И в ней, конечно, было нечто царственное. Екатерина Алексеевна устраивала грандиозные и невиданные гастроли. До того железный занавес наглухо отгораживал советских людей от остального мира. И выступления Ива Монтана и Симоны Синьори, Театра Ла Скала, оркестров Дюка Эллингтона и Бенни Гудмана были крупнейшими событиями в культурной жизни страны. А Фурцева, приглашавшая эти коллективы, сидя в своем кабинете, лично принимала просителей и отделяла желающих приобщиться к мировой культуре билетиками. К ней на поклон шли все, кто только вообще мог быть к ней допущен. Если не для того, чтобы посетить концерт самим, то уступая настойчивым просьбам друзей или таких важных людей, как знакомые доктора. Я вхожу в ее кабинет, она говорит, садитесь. Я говорю, нет, я на себя. Садитесь, говорит она. Вам тоже для врача? Я говорю, да. Как вы узнали? Она говорит, а тут никто для себя не просит. Все приходят и говорят, что для врача. Как будто бы эти гастроли на скале устроило Министерство Здравоохранения. Говорит, ну вот, пожалуйста, вам. Я говорю, ой, большое вам спасибо. Она дает такой талон, на котором печать. Уже все расписано заранее, она ничего не должна выписывать. Она просто у нее такие пачки, я же понимаю, что там очередь. Она говорит, постойте, а вы что сами не хотите послушать Ласкалево, что недавно были в Милане? Я говорю, нет, я никогда не был в Милане. То я не смею просить, я вот для врача, знаете что, я вам дам первый ряд первого яруса всего по 3 рубля на Золушку, на утренний спектакль «Рассини». На отдыхе Фурцева, как и положено, Екатерине Третьей встречалась с народом. И как и положено, ей показывали потемкинские деревни, устраивали маленькие аттракционы, спектакли на тему счастливой народной жизни. Екатерина Алексеевна принимала эти представления благосклонно, не особенно задаваясь вопросом их достоверности. Я помню один случай, когда ей предложили посетить одну деревню, а перед этим там собрались со всех деревень там, таких, знаете, сказочных персонажей какие-то. Дедушку, бабушку, там, пионеров. Ну, вот она все посмотрела, и все, она искренне верила, что все это так и есть. Где бы ни появлялась Фурцева, везде расцветали и перепархивали с уст на уста улыбки радости и раздавались вздохи восхищения. И, наверное, только отчасти такое отношение к министру было продиктовано лицемерием. Потому что Екатерина Алексеевна прошла такие жизненные университеты, которые и не снились большинству рядовых граждан. Она дружила с бельгийской королевой и с семьей французского художника Фернана Леже. Ее доверенными лицами были Вишневская и Ефремов. Одевалась она в Париже и Милане. И, кроме того, она знала, какое неотразимое впечатление производит при всех ее достоинствах скромность и смиренность. Произвести благоприятное впечатление и даже заставить себе аплодировать она умела. Все сидели и ждали экстремальных сил. Где-то несколько месяцев как она пришла в министерство. Никто не знал какой она будет. До этого она была в чемпольсбюро и все думали, что это какая-то важная дама. И вот вошла такая удивительно элегантная в сером ровном таком платье хорошо обтягивающем фигуру, очень хорошо сшитом. Она всегда была одета очень хорошо. И когда она вошла, так все как-то замерли и стали ждать, что она скажет. Она так поправила их до своей волосы и сказала, я жду, чтобы говорили вы, что могу сказать вам, деятелям искусства, я простая женщина. Ну, такой был восторг у них всех. В стое прям начали обсудить. Так Екатерина Алексеевна провела последние 14 лет своей жизни. К ней приходили энтузиасты и знатоки искусства. Выкладывали свои предложения. И иногда она отвергала эти инициативы. А иногда милостиво соглашалась и содействовала. При ее участии возникли конкурс Чайковского и Московский кинофестиваль. Открылись театр Матаганки и театр студия Олега Табакова. Устраивались в Москве выставки Дрезденской галереи и Нью-Йоркского музея Метрополитена. Она окружила себя приятными ей людьми. Ни для кого не было секретом, что Фурцеву нужно уметь к себе расположить. И тогда шансов на то, что она не запретит какое-либо начинание, было гораздо больше. Тут еще наверное все-таки чисто платонический роман с Олегом Ефремовым. Сегодня многие помнят о том, что очень часто, когда что-то нужно было нашим театрам, к Фурцевой отправлялся Олег Ефремов. Сначала один, потом приходили остальные режиссеры и актеры Екатерина Алексеевна. В этот момент светилось счастьем, была необычайно добра и принимала те решения, которые нужны были людям искусства. Любила очень кокетничать. Иногда у нее это получалось даже очень изысканно. В одной встреч с Ефремовым она так кокетливо чуть-чуть приподняла тюбку и спросила ее, как вам мои ножки? Конечно же, ответить что-либо не так было нельзя, элегантность была оценена. Однако при всем восторженном отношении к Фурцевой со стороны окружающих в этих отношениях был элемент насильственности. Руководителем Екатерина Алексеевна оставалась жестким. В случае надобности она демонстрировала сталинскую закалку, могла повысить голос и стукнуть кулаком по столу. И то, что ей оказывали знаки почтения люди, которых она могла уничтожить одним движением руки, не кажется удивительным. Ее могли бы любить, но неудовольствие с ее стороны было слишком опасным. И ее просто боялись. И вот самое интересное, что чем дальше человек находился от нее, тем более благостные воспоминания не оставил. Чем ближе относился к ней, тем более мерзкими они выглядят. В частности Любимов вспоминал, как когда-то в одном из споров нас с большим сожалению ему сказала, вы говорите, у вас проблема? Проблема у меня. Это мои портреты когда-то по улицам носили. Бишневская оставила о ней воспоминания как о беспробудной пьянице, малокультурном человеке. Может быть тот факт, что недобрые воспоминания о Фурцевой оставили именно близкие люди имеет свое объяснение. Им больше других приходилось льстить ей, подстраиваться под нее, ловить каждый ее взгляд и выражать свой бурный восторг в каждой ее мысли. И делать это было их обязанностью, платой за дружбу самодержавной властительницы Екатерины Третьей. Есть воспоминания о том, что она обставляла очень любила дачу, причем с дачи она погорела дважды. Первый раз она погорела, когда дачу у нее отобрали, вернули ей 25 тысяч. Но началось строительство второй дачи, на которую приехал Брежнев, посмотрел, сказал, да, Катька, какие хоромы-то отгрохала. С этим инцидентом связывают и конец ее жизни, потому что пошли слухи о том, что она скоро будет отправлена на пенсию. Существуют воспоминания о том, что Фурцева в последний год жизни, предчувствуя скорую отставку, произносила фразу «Как бы то ни было, я умру министром». Мысль о том, что ей предстоит превратиться в обыкновенную пенсионерку, одну из тысяч других в безликую лагерную пыль, перед которой уже никто не будет преклоняться, а наоборот, многие предъявят счет за старые обиды, было для Екатерины Алексеевны невыносимо. Последний акт этой трагедии разыгрался в Амхате. Участвовали в нем те же люди, которые всегда мастерски ее превозносили. В тот злосчастный вечер 1974 года после третьей Амхате произошла такая вот ситуация. Ее, как министра культуры, все восхваляют, она окружена кругом подвозрастных людей. Вообще, актерская среда насколько умеет хвалить, настолько умеет метко мстить. Тот, среди прочего, доносит слух о том, что Леонид Ильич уже фактически подписал указ о отправке ее на пенсию. Екатерина Алексеевна Фурцева, как и обещала, умерла министром культуры. Она пришла в пустую квартиру. Ее муж давно уже жил другими интересами. Позвонила дочери и ближайшим подругам, легла на кровать и умерла. В Москве сразу же поползли слухи, что она отравилась цианистым калием. Кто знает, что стало бы с ней на следующий день после указа об отставке. останься она в живых. Был бы на следующий день кто-нибудь рядом с ней. Об этом можно только гадать. Екатерина Алексеевна тоже предпочла не узнавать правду, а может быть знала ее слишком хорошо. Она ушла, пока еще у нее была свита, делавшая ее королевой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова